Минск. Экономический центр Беларуси. Город больших возможностей и больших зданий. Многоэтажки вырастают одна за одной. Так появляются новые районы. Здесь есть все необходимое. Детские сады, школы, магазины, аптеки. Все должно быть построено на совесть. К слову, и архитекторов, и простых рабочих минчанами года называли не единожды. И это по праву. А за плечами истинных мастеров отличная база профессионального образования. Это столичный лицей номер 5 транспортного строительства. Здесь знакомимся с Дмитрием Растюшевским. Его городские власти чествовали в 2018. Это тот самый случай, когда вчерашние школьники в рамках профориентации выбирают не учебное заведение, а конкретного мастера. Да, мы попали не на обычное занятие. Здесь ребята готовятся к национальному этапу конкурса WorldSkills. Это всемирно известные соревнования, призванные определить, у кого же самые золотые руки. И с каждым разом мы с участием в новом конкурсе, на участие на международных чемпионатах, на других, смотрим всегда конкурентов, то, как делают. И мы по ходу меняем какую-то технологию. И вот эти конкурсы я научился, потом провожу уроки производственного обучения для всех. Я внедряю все эти основные элементы, которые в мире есть, детям. Может, еще такой момент, что они в среду своего возраста не воспринимают всю эту информацию, которая им дается на данном этапе, но после они поймут, что сколько в них вложили, ну и что они с этого взяли. Такую науку Дмитрий постигал с самого детства. Сам был не только любознательный, но и трудолюбивый. Сначала пилил доски, дальше занимался резьбой. То, что будущая профессия будет связана с деревообработкой, ни на секунду не сомневался. Теперь сам делится профессиональными секретами с будущими специалистами. Говорит, его выпускники заметны всегда. На предприятиях с самым современным оборудованием работают так, как будто за плечами огромный опыт. Уверен, именно благодаря таким мастерам престиж профессии будет расти. Посмотрите кругом. Без строителей что? Где мы бы жили, да? Все программистами не будут. Они хорошо зарабатывают. Ну и программисту нужно в каком-то доме жить. Программисту нужна какая-то мебель. Программисту самое надо постричься, покушать что-то, да? Все профессии возложены, все профессии нужны. Это какие-то более популярные, какие-то менее. Но не этого стрелы. Это большой, серьезный механизм, который движется шестеренки. Если одна шестеренка выпадает, весь механизм уже не работает. Как единое целое работает весь строительный и коммунальный комплекс столицы. Ведь общая цель одна. Город должен быть максимально комфортным для жизни и точно не уступать мировым столицам. Но то, что Минск по европейским меркам один из самых зеленых – заслуга конкретных людей. У меня как специалиста по озеленению, по ландшафтному дизайну всегда была идея создать в городе Минск лабиринт. Все, наверное, помнят фильм «Трое лодки, не считая собаки», как они затерялись в лабиринте. Хотелось бы, чтобы это такое интересное появилось и у нас. С Анжеликой Пузанковой, руководителем службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства столичного зеленстроя, мы встретились в том самом лабиринте у гостиницы «Беларусь». Более трех тысяч сквойных кустарников высажены в форме карты нашей страны. И пусть растения еще не слишком высокие, мы с нашей героиней здесь побродили. Заодно узнали о том, что еще нужно Минску для улучшения экологии. Для того, чтобы город наш был более зеленым, надо, чтобы каждый тоже принимал в этом участие. Ну, если говорить про опыт наших субботников, да, когда приходят в нем, принимают участие в том числе и школьники, ни один из них потом просто так растение не возьмет и не сломает. Они потом их навещают, они с ними общаются. Мы в Ложицком парке провели не один субботник, просто из года в год. Смотрю, были пионеры, стали уже более взрослые. И они смотрят, вот мы это посадили, смотрите, какой он уже здоровый. Давай я с ним сфотографируюсь, это я его садил. Ну, наверное, это еще какой-то элемент воспитания, кроме экологии. Анжелика Позанкова стала Минчанкой года в 2012 году, но вот карьера началась еще задолго до этого. Изучала теорию в университете, позже получала первые практические навыки на станции защиты растений. Со временем формировался и комплексный взгляд, что именно нужно делать, чтобы столица постоянно наполнялась зелеными оазисами. Сегодня в подчинении коллектив, который воплощает стратегию в жизни, и за это уж точно достоин высоких наград. Первое, наверное, спасибо рабочим, которые эту работу делают, потому что без их золотых рук, без женщин, которые делают цветочное оформление, без мужчин, которые стригут, косят газоны, высаживают траву, деревья. Женщины тоже в этом активно участвуют. То есть у нас коллектив, который все это выполняет, без инженерных служб невозможно закупить посадочный материал, обеспечить самому производству, в любом случае это заслуга коллектива. И это, пожалуй, о всех минчанах года. Почетное звание как благодарность тем, кто всегда рядом и настоящий профессионал. Ими по праву гордится столица, а работают они во всех сферах. Это электрики, кондитеры, учителя, врачи. Родитие большого города – механизм, который без боев движется только в умелых руках трудовых коллективов. И здесь важен вклад каждого. В главном столичном эфире Антон Малют, Алексей Правдиков и Виталий Соплица.